Друзья, всем привет! Меня зовут Мельников Сергей. Мы с вами находимся на Цвелодубловском веломарафоне. Это шестой этап Кубка Веломарафонов Ленинградской области, заключительный. Сегодня 10 сентября, 23 год. Мы сейчас находимся еще на полмарафоне. Старт идет от базы Голубое озеро, неподалеку от поселка Цвелодублового, Выборгского района. Трасса, марафон, очень разнообразна. Нам уже дали старт, и сейчас толпа растянется, и мы начнем движение. Трасса очень разнообразна, много лесных дорожек, тропинки, крутые подъемы и спуски, ровные участки. В то же время длина трассы не слишком протяженная, наш круг всего 25 километров, и вот мы и начали движение. Пролежаем шапкой ворота. Прикольно сделаем дым. Необычно. Первый раз вижу только на этом марафоне такое. Очень красиво. Начинаем потихонечку пролазить. Здесь у нас затык, потому что участники должны пролезть в калитку, отворот. Вот. И начинаем потихонечку, потихонечку работать. Вклиниваемся куда-то с краю, чтобы видеть просветы и обгонять участников. Я еду в четвертом кармане. Собственно, у меня номер 482-й, по-моему, или пятый. Забудьте сказать. Я вот только с гонки сел и думал сразу записать. Пока очень хорошее впечатление. Начинаем катить. Толпа растянулась уже далеко вперед. А учитывая, что едешь из четвертого кармана, нужно обязательно всю эту толпу как можно быстрее обогнать. Пока есть такая возможность. Ломимся через кусты. Как угодно. Главное это уйти подальше, потому что впереди, если будут затыки, то такую толпу обгонять очень долго. Впереди моя зеленая форма горной вершины. Я для себя поставил вначале держаться этих участников, потому что они у нас феневалы. Дети из спортивной школы тут пытаются вклиниться в толпе. И так здесь очень плотно поток едет, но дети пытаются. Сейчас он попытается слева еще раз вклиниться. Но реакция хорошая, можно уйти от столпы. Не хватало завала, конечно, в начале гонки. А завалы впереди еще у нас будут. Собственно. Трасса накатанная, можно смело брать по кустам. Что я, собственно, и делаю. И потихонечку-потихонечку обгонять. Знакомые участники пролетают. Впереди зеленая форма горной вершины. Еще некоторые участники на 26 колесах. Наверное, в какой-то степени это и удобно. Но я вот езжу на 27-х. И все, хотелось бы перейти на 29-й. Но, к сожалению, мой двухподвес это пока не может обеспечить. У меня велосипед 2015 года. Джаммис АМТ и Токар. Комп 650. Длинное название. Вот. И он этот старичок у меня с 2015 года служит очень хорошо. Ни разу не было серьезных поломок. Собственно, выручает. Тут немного не вклинился в поворот. Чуть не поцеловался с деревом. Хорошо, что нету корней торчащих, как на прошлогодних гонках. Оп. Здесь опять опасный был маневр. Трассу не изучал перед стартом. Единственное, что приехал вроде бы с утра. Думал, что приеду очень рано. Оп. Даже не спешил. А когда увидел, что здесь уже парковочные места все заняты, думаю, да, надо было раньше приезжать. Буду знать в следующий раз. Собственно, ну, пока сидел на парковке, смог найти видео на ютубчике старое, 22-го года и немного посмотреть трассу. Собственно, организаторы сказали, что они ничего не меняли. Поэтому трасса была, в принципе, понятна. Но рельеф был не изучен. Где выложиться, где затыки могут быть, где опасные участки, я не знал. Знал, что есть очень много прогонов достаточно скоростных. Не знал, где находятся синглы. Поэтому ехал, в принципе, первые километры вместе с потоком. Потихоньку набирая скорость. Да, к сожалению, не могу на экран вывести никакую статистику. Либо не знаю как. Но, скорее всего, не могу, потому что у меня GoPro велокомпьютер, простенький пульс называется. Велопульс. Ну, нет у него таких возможностей, как, например, наверное, у Garmin. Первые небольшие подъемы, на которых мы начинаем добирать впереди группы. Слева еет юный велосипедист спортивной школы, как я понимаю. Очень хорошо катит. Катил так активно до самого финиша. Немного пыльной дороги. Ну, кстати, надо сказать, что эта гонка она не настолько пыльная, насколько другие есть у нас в Ленинградской области. Но тоже пыли можно было подышать. Так, вот был жесткий завал. Участник упал. Сейчас там ребята остановились ему помочь. Слава богу, это молодцы. Я не понял, как он как он там навернулся, но, возможно, колесо задело. Первые километры пытаюсь поймать свое дыхание. Собственно, дорога здесь достаточно накатанная. Можно ехать как угодно. Садимся на колесо участнику здесь на зеленом велосипеде. Едем какое-то время за ним. Силы нужно экономить. Трасса впереди не изучена. Многие не привыкли, поэтому можно. Ну, участник что-то не особо спешит. И, по-моему, я сейчас буду попканить сюда. Собственно, что я и делаю. Пересаживаюсь на другое колесо и еду здесь. Очень классные спуски. Понравились вот эти дороги. Конечно, не супер кросс-кантри пересеченка, но на таких вот дорогах можно отдыхать, поймать свое дыхание. И вот мы въезжаем, наверное, в естественную Капуни. Здесь еще синглов нет. Можно спокойно ехать в два ряда. Но начинаются такие, по-моему, по чуть-чуть, по чуть-чуть, начинаются подъемчики. То подъем, то спуск, то прямая. То подъем, то спуск, то прямая. Здесь можно он вкручивать. Видно впереди, как растянулась толпа. В принципе, здесь дорога на две калии, да, и можно пытаться здесь обгонять подъемы, но я пока это не делаю. Впереди затык. А когда затык, вот здесь участник очень жестко остановился, мы просто ломимся через кусты. Чуть сам нас нес участника. Бежим в обход. Бежим. Собственно, всегда, когда я вижу такие участки, я стараюсь их пробегать, потому что здесь очень много участников толпится, и просто потеря большая времени. Пока встегивался, тоже вот немного помешал участникам. Не хотел, конечно, пропустил ребят и спитнулся. Респект участникам, которые пропускают других, и себя не видят, что человек впереди едет, точнее, человек сзади явно тебя хочет обогнать. то, что есть товарищи, которые мешают, но в этой гонке все молодцы, никто не мешал, все друг другу уступали, кто видел, собственно, кричали слева-справа, все понятно, без проблем. Ну, вот у нас такие сингл, собственно, подъемчики. Здесь можно поработать, но я вот не вижу никаких просветов, поэтому не дергаюсь и не дергаю других участников. Впереди еще, собственно, большая часть трассы, поэтому нужно посмотреть, как едут другие, выявить, кто едет быстрее и стараться придерживаться этих товарищей. Ну, спуски для меня, когда вот едут на тормозах, это, конечно же, это боль. Там, где участники тормозят, я не торможу, потому что я такие участки пролетают на подвеске, собственно, очень быстро. Ну, когда происходят затыки, здесь, собственно, делать нечего, приходится терпеть. Вот у нас лесные прогоны, очень классные спуски, можно ехать, дышать вкусным лесом, кстати, погода в этот раз даже так, ну, как в этот раз, погода в этой гонке была достаточно хорошая, участник уже один поломался на гонке, что-то там чинит. Погода достаточно комфортная, на самом деле, ну, можно было и похлотнее, конечно, но не было такого палящего солнца, собственно, перегреваться вроде бы не перегревался, но тут по постам решил обогнать участников, собственно, здесь много участников буксует, вон, грибники, пугаем грибников, но они под колеса не лезли, молодцы, даже подбадривали, некоторые удивлялись, когда там толпа пролетала, первый такой тягунок песчаный, на котором нужно просто просто заехать без пробуксовки, но меня что-то виляет, стараюсь другим не мешать, поэтому сзади у меня стоит 50-я звезда, но все это я в эту горку заехал, печально, да, из-за того, что стартанул в начале с не своим темпом, на этой горке я наелся и какое-то время пытался отдыхать да, решил не спешить, еще в этот момент, насколько помню, у меня заколол в боку, вот, поэтому ладно, отпущу немного, все равно догнать успею, слева участник в желтой футболке, с ним мы еще впереди увидимся, даже где-то в самом, в самом конце финишных, в финишных чертах, ребята нам квадроциклах показывают направление, перекрыли дорогу, чтобы никто точно не поехал, вот, наверное, я что-то уже сбился, по-моему, это уже второй сингл, и все едут здесь не спеша, приходят в себя после этого песчаного подъема, организаторы молодцы, разметка очень читаемая, все понятно, никуда мимо не уедешь, стоят на поворотах или опасных участках знаки, плюс еще перемотанные участки ленточкой красной, поэтому за всю гонку я ни разу вообще как бы не думал о том, куда я ехал, я все время ехал на автомате, и все время правильно, пересекаем дорогу, и опять залетаем в кусты, трасса достаточно сухая, поэтому никаких проблем с пробуксовкой у меня нету, любой подъем я здесь заезжал, предыдущая гонка была Ореховский марафон, который у нас можно сказать, наверное, ну, точно самый, ну, если не я, может быть, не все гонки езжу, но для меня это точно был самый тяжелый марафон из всех, потому что это очень техническая трасса была, она была влажной, там были корни, в общем, на этом марафоне я понял, что здесь по технике я буду отдыхать, буду просто катить вперед въезжать в подъемы, работать, работать с корнями здесь и камнями не надо, все накатано, отлично проезжаем, пошли в куске с лесной, с лесной верхушки, здесь народ тормозит, он даже дрифтует красавчик, наверное, специально на камеру, потому что, ну, вроде как эффективнее всего передним тормозом тормозить, кстати, первые километры, вот, наверное, сейчас заметили, на трассе, на трассе было куча бутылок, у меня здесь летает цепь с передней звезды, я останавливаюсь, чтобы ее нацепить, очень много бутылок, очень много бутылок, из-за этой погрешности, поломки, пропуская вперед участников, которых обгонял, цепь слетает у меня в те моменты, когда я на неровностях, собственно, пытаюсь переключить передачу, хотя у меня включен Шимана Шимана Шедоу, он очень спасает в таких вот местностях, потому что бывает, цепь трясет так, что она попадает под это, когда едешь, особенно на спусках, особенно, если ты не тормозишь. Осень уже проглядывается, все начинает желтеть, приобретает золотые краски, обожаю это время, скоро будет прям гонки с утра, когда солнышко просвечивает деревья, оно все золотое, у тебя изо рта идет тварь, обожаю такие моменты. Тоже прихожу в себя после синглов, не тороплюсь. участников на моей категории предварительно было заявлено больше 320, если не ошибаюсь, человек. Стартовало порядка 308 участников, 308, да, вот у нас здесь отметка 20 километров до финиша. На самом деле я почему-то думал, что я еду 30, 34, 35 километров, не знаю, почему я так думал, но появилось у меня такое смятение забираемся потихоньку на высоту, кстати, по высоте один круг при движении, ну, собственно, проходя один круг, мы набираем высоту порядка 380 метров. марафонцы, собственно, проезжают два полных круга, это вообще жесть, я, когда финишировал на пол, на этом полумарафоне, я там долго в себя приходил, а представьте, когда ехать нужно два круга, это жесть, едем не спеша, впереди также участники не особо торопятся всех отгонять, всех устраивает темп, я лично жду выезда на какую-нибудь грунтовую дорогу, на которой можно будет быстрее проехать и подышать, отдышаться, так сказать, чтобы привести дыхание в порядок. На эту гонку я набрал целых, по-моему, 5 или даже 6 разных гелий сис. На последние километры приберег гель с кофеином. И, кстати, да, надо отметить, в эту гонку у меня началась работа, собственно, работаю я учителем в школе, поэтому сейчас с 1 сентября у нас занятия начинаются и не особо потренишь. Кстати, вот сейчас был такой момент затык, что с корнями чуть не влетел передним колесом, хорошо успел отработать подвеска спасла. И так неожиданно было корень. Вот, и, собственно, тренироваться сейчас пока не особо получается, и в самый последний момент я начал готовить велик к этому марафону. В последний день, в последний день, и вечером уже поехал с работы в магазин VeloDrive, который на комендантском в конце улицы, в самом конце наверху. Но ребята там уже были заняты, и, собственно, оставлять велик, чтобы его с утра забирать, тоже был уже не вариант, они работают в 11. Пришлось думать, что делать. Позвонил в магазин Gerota, который у нас на Васильевском. Говорю, так и так, ребята, спасайте, завтра цивила Дубловский, а я с ненастроенным велосипедом еще с Ореховского марафона. В общем, прилетел на Ореховский, и ребята меня там спасли. Смогли поднастроить систему, сказали, что я каким-то образом перевернул цепь, до сих пор не понял, как я это сделал. Цепь установил в систему неправильно. Похоже, когда продевал через ролики, продел неправильно, и при этом система работала, но на Ореховский марафон с такой неправильной остановкой я, конечно, выживал, мучился. И вот мы выехали на классную грунтовую дорогу, она идет постепенно прямо и вниз вроде бы по уклону, корней нет, все накатано, отлично, впереди едут кончики, поправляя камеру, а то схватился здесь. Кстати, да, камера у меня, как я заметил, камера 8 GoPro, батарейка не держит весь марафон, снимаю я в 4К с минимальной стабилизацией и как бы такое качество живет очень сильно батарейку, батарейка греется и быстрее отдает свою емкость, собственно, разряжается быстрее. Но я приловчился и прямо на гонке меняю батарею в камере. Пока тут что-то думал, замешкался, отпустил группу гонщиков вперед, надо их догонять, потому что на таких участках большую группу отпускать опасненько, они сидят друг у друга на колесе и очень хорошо катят. Собственно, нельзя упускать такие группы, нужно догонять и сидеть в компании. Очень много грибников, но собственно пока я эту гонку ехал, ни одной машины вроде бы не встретил навстречу. Часто бывает такое, что по трассам в дороге общего пользования соответственно может быть транспорт передвигаться. Едем за участницей, здесь крутой поворот, мы летаем, опять по кустам, что же такое. Второй раз уже велик меня спасает, небольшой технический участок с корнями, проезжаем и едем. Догнал группу, всю гонку, которую я здесь проехал на своем велике, ехал на самой максимальной подвеске задней. Собственно все эти корешки, ямки, подвеска съедала и было очень комфортно ехать. Ноги не забивались и до самого финиша собственно ноги не прихватывал и крылья сводила никакой усталости. Усталость конечно была, но такого что сводит ноги нет. Опять техничный участок здесь чуть не влепился участник участницу спереди. Проезжаем небольшой гости влепился Уже достаточно долго по трассе еду с примерно одними и теми же участниками. Видимо по мощностям где-то еду вместе с ними. Плюс еще может быть техника меня спасает, потому что впереди участники едут на хартелах. Надо отметить, что они полегче моего велика. Мой велик весит 15 килограмм. Если я не ошибаюсь, вроде 15 килограмм. В рюкзаке сзади под 2 литра воды. На самом деле я что-то переборщил с водой, но остаться без воды на таком марафоне, где ты не знаешь точно трассы, где разложишься и по силам это лучше воды взять. В бочке под рамы у меня сладкий запас полы. Это такой бонус для меня, потому что бывает, когда гелий наешься, остается такой привкус и хочется чего-то сладкого. Пробовал я с изотониками ездить, но изотоники первое время, когда ты их пьешь, потом очень неприятный привкус, мне не нравится этот кислый привкус во рту, поэтому в рюкзаке просто вода, а если захочется чего-то сладенького, собственно, почечки можно пойти. Единственное, что кола у меня с газами, а это не совсем хорошо на гонке брать напитки с газами, ну а что поделаешь, пока едешь, его растрясет и газов уже будет поменьше. Так, здесь я пытаюсь обогнать участницу, но не получается, небольшой торчок вверх и вниз, да, здесь можно было улететь, а здесь такой участник, что если у тебя есть силы, здесь очень хорошо можно обогнать группу участников, но вот впереди участник в зеленой форме и собственно сейчас я буду его догонять, сзади меня вроде бы никого нет, участники отвалились. Из всех гонок этапа кубка беломарафона Фенинградской области получается, что Целодубовский это самый изичный в плане подъема, то есть здесь очень накатанные тропы, дороги, ехать одно удовольствие и как раз это заключительный этап, что можно и даже посильнее заехать и видно участницы на колесо намоталась какая-то ветка еду, думаю, сейчас попадет переключатель будет плохо, но повезло, ветка там вылетит. Проезжаем пропил, да, на этой трассе встречаются небольшие камешки вот как здесь, но это все ерунда, по-моему, они только здесь и были, создают небольшие затыки, но что поделать, есть корни, все это прекрасно обнижается, закидывается колесом еду на подвеске кайфую, представляю как участников колбасит на хоктеле наверное я думаю но возможно даже с одной стороны хоктейл в моем случае в моем случае даже помог мне выйти хотя я не увиден двухподвесом я смело в сбор лечу а вот на хоктеле наверное там рука так напрясет что мало не покажется здесь у нас семью пошел такой техничный я еще очень близко еду к участнику и потом я конечно пару раз жалел об этом вот как здесь пришлось спрыгивать с великой встегиваться и где-то еще было опасно сейчас пришлось остановиться и прыгать в сторону чтобы не влететь участник обогнать нигде здесь не получается хотя думаю профессиональный гонщик здесь прекрасно обгонит вот опять такой подъемчик давай справа его говорю давай обгонять этого участника справа он нам мешает участница говорит что не хочет рисковать да надо отдышаться отдышаться надо сначала смотрю где можно обогнать вроде бы две калии но они достаточно близко идут страшновато обгонять не хотел подставлять здесь вроде бы есть поворот но он закрытый ничего не видно из этих пусков едем едем держимся на колесе участника чтобы в любой покойящий момент было поднять я так понимаю мы сейчас проезжаем какой-то участок где проходят газовые линии так летаем в поворот спасибо давай давай сзади тоже народ поджимает если прислушаться то слышно как скрипит скрипит зеленое зеленый резиновый демпфер на моем подвесе резинка скрипит собственно это работает подвеска задняя и у нее там резинка скрипит и некоторые моменты она нагревается достаточно хорошо что грязь сжигается так зеленого участника обогнали дальше въем нет впереди участники достаточно бодро на спусках я там смотрел когда на видео то они достаточно прямые нету таких резких поворотов на спуске поэтому понимал что нужно набрать инерцию чтобы на спуске подъем залететь не в руке а просто поле на кассе но из-за того что здесь у нас участники поэтому не так получалось выезжаем на какую-то очередную просветную дорожку еду достаточно близко на самом деле страшно потому что очень часто из-под колес могут вылетать камни достаточно большие на одном из марафонов ехал на спуске гравином мне в переднее колесо прилетел ну такой знатный скулак наверное камешек хорошо что он прилетел в колесо я прям всем велосипедом почувствовал проезжаем небольшую поляну и снова ныряем в лес в лес вроде по силам есть возможность обогнать участников но с одной стороны сейчас отгоню а потом буду умирать поэтому не хочется рисковать ну здесь у нас какой-то затык непонятно поворот здесь у нас подъем вверх разгон с песочком не п 살�етык но удачно залетаем как не успел я прошли здесь поэтому еду за участником черном так еще момент его нагнать давай давай участница не смогла обстрелиться но бывает до контактные ботинки они очень часто если по земле пару раз шагнешь забиваются землей и забиваются кстати вот прошлый мархомыш это я на озоне решил купить красивые красные педаль с одной стороны педаль с другой стороны контакт и потом пожалел во-первых они тяжелые во вторых чтобы встегнуться эту педаль нужно белочится правильно поворачивать ух я на синглах где приходился отстегиваться встегиваться так намучился с такой педали что собственно вернул обратно старые добрые спдшки которые с двух сторон и проблем больше не знаю здесь думаю думаю за кем за кем поехать кому сесть на колесо и вот собственно пересек или попытался пересесть видны что участница в зеленом тяжело ехала поэтому надо открыть вообще отличная дорога учитывая что я все время ехать на мягкой подвеске я конечно на таких участках с одной стороны кайфовал а с другой стороны мне приходилось тратить силы на отработку подвески потому что она частично наследала мощность я конечно не специалист в этом но логично когда подвеска прижимается на это тратится силы собственно догнал участника бодрого который со старта у нас там стартанул дети дети на марафоне на ровно сам прям самом начале вперед едут они конечно очень хорошо но некоторые на спусках на спусках решают ничего я думаю не научится тем тем более здесь вот товарищ едет очень поздно еду за ним впереди участники в принципе едут с нашей скоростью не вижу как смысл на рвать вперед тем более на спусках я опять их доберу с этим товарищем на колесе ехал и отдыхал чистить хотя какие-то моменты говорю ему давай доберем этого товарища давай зеленого доберем слишком он расслабился товарищ стартанул продавая садись на корресу показывает жест но не сел или не понял что могли с ним вперед подальше я своими 70 70 килограмм да я разбиваю скорость 30 и если есть ветер хотя здесь ветра нет но прям чувствую что как только у меня скорость 30 я борюсь со светом тогда я принимаю воздух шоссейника кладу руки на руль и в принципе это вот за реально надо меня спасать скорость во первых наверное задействую мышцы которые устают во вторых во вторых ветер ветер вот здесь у меня участник добрал и я сеть впереди кстати вот два участника завалились ехали тоже друг с другом на колесе и видимо один из них повернул повернул и вот он говорит что сидел на колесе повернул и зацепились надеюсь участник я на колесе сидел на а он сделал повернул и за третьего хорошего садился а а а а вторую часть я видел с Вильком как я видел надеюсь у меня просто внимание но вот не знаю почему но здесь у меня почему-то сил зацепиться за колесо не было уже устал поэтому поехал вверх я стараюсь такие участки где открытое пространство и есть возможно что водитель будет пытаюсь зацепиться и с кем-то ехать Ну, вот если видеть флажки, которые висят разметно, да, наши красные, они не болтаются, то есть ветром вообще нет полной ноль, только ветер просто от нашей скорости. Участник нервничает, чтобы не мешать, и я, конечно, знаю, еду аккуратно, чтобы, даже если на колесе, чтобы не мешать участникам, опять начались тропы, ну, здесь прямо раздолье, хотя бревна лежат, но, в случае, здесь большая толпа, можно спокойно обогнать, здесь вот справа проглядывается тропинка, я даже в какой-то момент думал, может ли по ней поехать, потому что показалось, что там вот меньше кормения, но рискованно рискованно не стало лучше. Впереди нагоняем участников. Сейчас мы, наверное, будем спускаться внизину, там то ли озеро небольшое, то ли полотце. Пульс у меня на гонке был где-то 160-170, меньше не падал, но это как раз мой рабочий пульс. А на подъемах пульс у меня последние горки были вот 182. По ощущениям, по ощущениям я бы сказал, что было бы. Отпустил я группу впереди, видимо, вот встал. Да, совсем отпустил участников вперед, но тут ничего не поделаешь. Ехать по конецким. Духание сбилось после этих сил. А вот, кстати, участок с бревнами, на котором очень много народу просто срезало. Неприятно, конечно, очень. Не знаю, почему там появился срез, хотя знак и разметка всячески показывало, что нужно проехать по бревне. Ну, проезжаем небольшое озеро, так как погода не особо жаркая, хотя велокомпьютер показывал до 34 градусов, но мне кажется, он был, что-то было чуть меньше. Точнее, точно меньше. 25-24 градуса, скорее всего, где-то так. Здесь какие-то шалаши, видимо. Народ приезжает, отдыхает. Слева будет красивый такой шалаш из бревен и из палок построен красивый. На руле позвякивает звоночек. Я его не снимаю, в принципе, ничего не весит, не мешает. Поэтому не проблема. Здесь высматриваю такие участки, чтобы проехать их максимально без корней. Все получается. Нагоняя группу ребят впереди. Впереди. Еду и думаю, вроде бы здесь где-то должны быть крутые подъемы. Потому что трасса очень похожа на некоторые другие. Прям еду и у меня прям деживит. Когда дорога проходит полпериметра. Озеро и прям сразу флешбек из других гонок. И фантомные горки не речатся впереди. Вот сейчас будет подъем. Нужно не выкладываться сильно. А подъема все нет и нет. Кстати, вот очень удобно, когда впереди участники растягиваются. Можно видеть подальше рельеф. Видно, что впереди подъем. Здесь у нас есть техничный участок, который нужно просто проехать. Да, конечно, когда вот сейчас сидишь уже дома от этой гонки. Хочется себе, вот смотришь на свой заезд, хочется сказать, давай, 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 поднажми, поднажми. Но, конечно, тогда было тяжело. Сейчас уже отдохнувшись сидишь и думаешь, почему я так вперед наеду. Кайфовый спуск. Переключаемся на самую быструю, чтобы набрать инерции. Встаняемся. Какая-то плеш в лесу такая, которая ничего не растет. Кстати, когда ехал медленно, замечал очень много ягод черни, а так хотелось ее нарвать. Так, вот у меня опять обгоняют синие участники спортшколы. Молодцы, хорошо включивают. Впереди какой-то подъем. А, здесь, видимо, песочный такой подъем. Ну вот, по-моему, он мне без проблем удался. Можно было, конечно, и встать, стоит ехать, но я все подъемы заезжаю сидя. Вижу, что у участницы здесь проблема, поэтому разгоняемся и запрыгиваем левее. Очень много участников догнали впереди. прям человек, наверное, десять впереди. Едем. Хотел сказать, отдыхаем, но, в принципе, да. Вот здесь я вижу, что все едут с моей скоростью, и я даже здесь немножко расслабился. Никто не уходил в отрыв. Поэтому можно сказать, что я чуть-чуть здесь отдохнул, но, конечно, дыхание мое говорит о другом. Перед стартом колеса накачивал, накачал до 27 ESI, и потом стравливал, но стравливал уже по ощущениям. Думал, что так как гонка здесь достаточно накатанная, корней не так много, думал, сильно скачивать не буду, хотя надо было еще побольше скачать, потому что все-таки, ну, даже с мягкой подвеской по корням на скорости хорошо пробивало. Я тут достаю полу, решил попить сладкого. Вроде бы участники впереди были, и тут бац, никого нет, все улетели вперед. Впереди вот видно, что уехала группа, и надо, надо их потихоньку догонять. Ну, подъем, конечно, в подъем силы потратились. По-моему, где-то здесь я съел гель с кофеином. Вообще, за всю гонку, получается, я съел только два геля. Один гель, это просто пауэргель, который за 15 минут до старта, ну, пока в кармане стоял, я его съел. И по ходу гонки, получается, получается, что... Нет, по-моему, я еще какой-то гель снял. Или все-таки два геля. Хотя в кармане и вообще с собой было 6 гелей. Но гели СИС я сейчас, как бы, можно сказать, впервые решил взять. Они дорогие, но попробовать стоило. Потому что их не нужно запивать водой. Так, проехали отметку 10 километров. Точнее, осталось 10 километров. Силы еще есть. Вон, гели СИС я не покупал до этого марафона. В принципе, они приятные. Может быть, и действительно мне двух гелей хватило. 25 километров. Еду с участником. Думаю, обгонять, не обгонять. А на самом деле, обгонять стоило. Потому что впереди будут спуски. Но я, к сожалению, не знал. А, или я здесь обгоню. Знакомые люди на двадцать четырех колесах проезжают. Там, наверное, педалируют с Кадлисом в сотню. Ну, 95 там точно есть. А все-таки мы его обгоняем. Да. Едем с некоторым участником. Кстати, на некоторых гонках, вот я знаю, что если едем поперед, вдоль дороги точнее, что часто вдоль дороги там же есть речки, броды. И бывает такое, что приезжаем броды. Но участник не разглядел, что он там делает. Но он вроде сказал, почему не нужна. Впереди спросили. Поэтому дальше едем. Ну вот, собственно, бродов нет. Луж нет. Очень отличная гонка. Велик сухой. Вся система сухая. Одно удовольствие было их крутить. Ну и опять же, ребята мне настроили. Все переключалось. Переключались все, вроде бы, передачи. А если они не переключались, то это, скорее всего, из-за того, что переключатель мог в самом нижней части натяжителя забивать. Внизу по кустам, когда объезжаешь, там зерень обычно забила. А вот слышно было, что-то попало в них в цепь. То ли в цепь, то ли, по-моему, в переднее колесо что-то попало. Да, я еще так и думаю, блин, только бы не переключатель. Только не сейчас. Десять. Меньше десяти километров до финиша проблем с переключателем сейчас никак не нужны. Но, вроде, покрутил педали назад пару раз. Попереключал передачи и проблема, слава богу, ушла. Кайфовые спуски. Очень длинные. Видно впереди, что там можно не тормозить, хотя здесь можно улететь. В повороте я здесь чуть не улетел, собирал бы грибы вместе с грибниками. Справа видно подъем. Стульчик слева для кого-то стоит. Наверное, если кто-то устанет, можно присесть. Ну, такой земляной подъем, но достаточно проезжаемый, вроде бы, вроде бы. Так, 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 о, спасибо. Удержался в седле, не пришлось отстегаться, хотя, мне кажется, если бы не эта веточка тоненькая, я бы отстегнулся. Да, когда едешь по рыхлой земле, особенно в подъемы, это очень тяжко. Не дай бог, начнет проворачиваться колесо. Потеряешь еще больше сил в подъем такой, потом ехать вообще не хочется. Девушки на марафонах катят просто отлично. Можно только позавидовать, откуда у них силы берутся. Снова выезжаем на пологий участок и начинаем разгоняться. Опять же, я почему-то думал, что гонка на тридцать тридцать километров у меня. Но, пардон, это все по-какому, я здесь не виноват. Я все думал, что гонка, ну, точнее, на тридцатку, но вот эти вот знаки, которые там стоят по ходу гонки, 10 километров, 5-1, они, конечно, приводили в чувство. Но вот здесь в КП я решаю, что надо попить, надо запить, а то... Ижатоник. 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 Понять. Спасибо. Сатоник, кстати, сладкий, приятный, прям, второе дыхание. Видео прерывалось, потому что на этом участке после КП я решил... Остановиться. Крышка от камеры выпала. Не смог. На ходу. Да, вот я сказал, говорю, что на ходу менял батарейку, а в камерах GoPro, у меня восьмая GoPro, у нее крышка, она как бы отщелкивается, поднимается, но если ее поднять очень высоко, то она снимается. И вот, видимо, я ее отщелкнул высоко, и на кочке она у меня вылетела с камерами. Поэтому пришлось остановиться, но потерял буквально пару секунд. Ага, все-таки какой-то гель я ем. Или, возможно, вот именно в этот момент я решил выпить гель с кофеином. Значит, до этого я пил какой-то другой гель. Прошлые гонки все я очень был с досадом, потому что камера, камера батарейка не выдерживает полные трассы. Вырубается, поэтому приходится заниматься таким экшеном с экшен-камерой. В полном смысле слова прямо на ходу менять батарейку. Но досадно, что, конечно, она плавилась в крышке, но я ее оперативно рекомендовал. Вперед участники уехали, но мы их тут нагоним еще. Сейчас мы выезжаем на очередную проплешину. Линии электропередачи не всегда имеют такие проплешины. И сейчас мы будем ехать по хайфу и хрунтовочке вдоль линии электропередачи. Да, здесь нужно принять максимально аэродинамичную позу и крутить. Думал я, пока не доехал до спуска, а спуск там очень песочный. Я решил, что не-не-не, лучше я руль буду держать руках, можно прыгнуть. Прыгнули, но на песочке на таком разложиться и вблизи подъема очень захотелось. Здесь фотограф поймал, думаю, будет крутой ракурс. Капец, наверное, страшно фотографам на такой скорости, когда на нем налетают. Хотя фотографы у нас там все бывалые. И на таких, наверное, трассах фоткают людей. А я еду как любитель. Представляю, с какой скоростью там пролетали ребята с пилотона. Тут у нас упавшее дерево. Слава богу, оно не упало во время гонки. Еду один. Скучно. Как-то печальненько, но радуют их такие небольшие спуски. Хотя, когда едешь в толпу, конечно, это еще быстрее движется. Но здесь опасно одному, потому что можно не рассчитать скорость в повороте и можно улететь. Ну, справа вижу гонщиков. Выбираю правильную траекторию, чтобы нормально заехать. И догоняю ребят, которые здесь потеряли время. Догоняю, кстати, участника в желтом. Он со старта ушел от меня. Ну, вот в эти последние десять километров я его нагнал. Да, на самом деле это видео я вот решил записать в первый раз. Основно все тексты прописывал. Надоело печатать, пришел попробовать. Здесь такой техничный участок с пеньками, которые нужно обнижать зигзагами от завалы. Куча дров валяется на дороге. Но потихоньку, потихоньку начинаем добирать впереди ребят. Понимая, что осталось, осталось немножко нужно дожать. Силы вроде бы еще есть. Вроде бы пока можно не спешиваться. Впереди едет, по-моему, человек семь. То есть такой затяжной подъемчик. С одной стороны можно было, конечно, пробежаться, размять булки, но не хотелось. Вроде бы спина не болела, задница тоже не болела, поэтому я ехал подъем. Но вот впереди будут подъемы пожестче. Впереди чувак едет вообще в джинсах. Я не знаю. С одной стороны джинсы это же дышащая ткань, но с другой стороны, наверное, задницу натереть можно только так. Если в памперсах задницу натирает, а в обычной одежде кто едет, я думаю, там очень некомфортно. Я, кстати, в этом году ездил в ужасной велоформе. Она, во-первых, у меня была полная, ну то есть, грубо говоря, штаны до пяток и теплая кофта. Причем кофта такая, которая не отводящая, а просто тряпка. И это были мучения на самом деле. Купил вот такую форму с авито где-то за полторы тысячи, понятное дело. Собственно, за что купил, то и получил, но думал, что вот красивая форма, красненькая, с велосипедом. Но нет, никому не советую такую форму. Две гонки, два марафона я в ней проехал, просто там умирал. А это было вообще летом, грубо говоря, когда самые пекло были, гонки в пекло. Это было ужасно. И вот, не знаю, ну наконец-то смотрю на других, хочется тоже красиво одеваться. И четвертую, наверное, гонку он наконец-то купил хорошую. Хорошую. Так, гонщик мне тормозит очень сильно, тормозит. Мне тормозит, друг. Дай обогнать. Кричу я про себя. О, да, впереди вот этот вот затык. Здесь я, конечно, сразу спрыгнул, я понял, что нет, все, здесь я... Так. А, нет. Ну, до половинки надо доехать. До половинки. Так, для отметочки я заехал. Так. Так, так. Давай, давай, давай. А, блядь! Почти. Половинку проехал. А теперь пульс надо приводить. Да, теперь правильно. Пульс там, наверное, зашкалил до 182. Да у меня бьет, я думаю, 180-190. Причем заметил такой момент смешной, у меня на руках часы Amazfit Bip GTR там какие-то, а велокомпьютер тоже с напульсником. Так вот, у меня пульс там и там разный. Хотя... Еще велик 9 килограмм. Хе-хе. Хе-хе. Да, вот жалуюсь, что у меня велосипед тяжелый. Они 15. В принципе, если бы я прикатал эту горку, я бы в нее въехал. Я и не такие горки прикатал. Но... Вот для галочки решил в половину вкатить. Конечно же, силы потерял, но... Позабавил других участников. Хе-хе-хе. Обратил на себя внимание, так сказать. Чувствую, чувствую, велокомпьютер показывает, что уже 19 километров вроде бы пройдено. И что уже надо... Все, надо поднажать. Плюс еще вот кайфовые дороги ближе к финишу. Это прям вот самое то. Здесь просто нужно стиснуть зубы и крутить. Крутить, крутить, крутить. В идеале еще за кем-то сесть на колесо. Но я никак не догоню никого, поэтому еду так один в одиночку. Я ждал, ждал от организаторов подвоха. Я вот чуял всем сердцем, что перед финишем будут какие-то жесткие участки. Но нельзя без этого никак. Здесь, конечно, разогнался очень сильно. Обычно к финишу делают либо подъемы, либо синглы. То есть так, чтобы ты под конец все свои силы потратил. Плюс у тебя была, наверное, возможность добрать участников, которые устали, которые уехали вперед. У тебя, может быть, они и сильнее, но за счет техники и оставшихся сил ты этих участников как-то добрал и даже обогнал. Поэтому вот потихоньку догоняем, догоняем группу. Догоняем наших знакомых. Газуем в подъем. Здесь, я понимаю, надо рвать, рвать, рвать. Кстати, это единственный подъем, в который я поднял таки свою задницу и заехал его стоя. А потом думаю... А стоило ли? Да, стоило ли? Ну, я думаю, стоило. Я на этом подъеме обогнал несколько гонщиков, но потом я их уже вроде бы не встречал сзади. То есть удалось на этом подъеме обогнать и оторваться вперед. У нас впереди участник в синей форме. Ехал он достаточно быстрее, быстрее меня. Я понял, что если я его догоню и сяду на колесо, то мы сможем еще дальше оторваться от группы сзади. Собственно, на это я начал тратить силы. Силы пока позволяли, поэтому вот стараемся, стараемся его добрать. Принимаем кузы на аэродинамичные. Крутим с повышенным каденсом. Потихоньку, потихоньку начинаем его добирать. А так как уже осталось меньше пяти километров, то здесь надо, 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 так сказать, атаковать. Ну, вот участник тоже очень классно едет. Активно. Раз, 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 раз. Заезжаем в горочку. Отпускаю оранжевого. Думаю, вместе с синим какое-то время проедем. Но что-то он как-то, что-то как-то он не активный. Вот да, собственно, мы синий атакует оранжевого. Я думаю, так, так дело не пойдет, нужно догонять синего участника. Какое-то время посидел за оранжевым, понял, что он едет медленнее и начал синего атаковать сам. Добираем, добираем и едем. Отдыхаем какое-то время. Ветер, кстати, ветер здесь появился. Видимо, поляна на возвышенности какой-то. Ну, впереди, по-моему, участница. Тоже очень активно едет. Может быть, даже с марафона. Не, номер, по-моему, длинный. По-моему, длинные номера у полумарафонцев. Не отпуская синего участника, еду буквально в паре миллиметров. Сзади, кстати, пытался вклиниться другой участник. Миша, что, в говори, обгоняй. Пытался вклиниться другой участник, и я вам говорю, что здесь что-то притормозил, блин. Участник сзади пытался вклиниться, но я это увидел в последний момент и не дал ему вклиниться, потому что, ну, блин, не дело в такой момент. Хотя бы мог крикнуть, тогда бы я подвинулся, но не тогда. О, впереди целая группа. Атакуем синего участника, уходим от него. Так, 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 собираем желтого участника. Я как-то упустил момент, когда он от меня ушел вперед, но он, видимо, ушел. Я не знаю, сколько раз мы проезжаем эти линии электропередач, но такое ощущение, что мы накручиваем восьмерки по этим линиям. Так, здесь дядечка-фотограф с крутой фотокамерой. Ага, синий участник там оборачивается, спортшколы. Откуда у детей столько сил? Вот я еду, удивляюсь. Видимо, наверное, легкие педалируют на таких больших скоростях. Я тут слишком близко приблизился, а они очень медленно в горку начали педалировать. Пришлось прыгать в сторону, чтобы не снести, ребят. Ну, это, конечно, мой косяк. Надо было вправо уходить или влево. Можно было обогнать спокойно, но я что-то как-то затупил. Опять меня обогнали участники. Участник джинсов тоже крутит хорошо. Думаю, елки-палки. Ушел в отрыв, уже не догоню, скорее всего. Но впереди ребята едут уставшие. Горки сделали свое дело. Я понимаю, что впереди надо эту группу догонять. Они едут очень медленно. Нужно найти в себе какие-то резервы. И пока ноги не сводит, нужно катить. Один вот из участников, видимо, вообще у него поломка серьезная, что ему приходилось... Хотя нет, это не тот участник. Один участник, насколько я знаю, чуть ли не 9 километров. А, как раз тот участник, с которыми столкнулись двое. Один из них потом в итоге... Давай, давай. Как на шоссе. Товарища немножко оттолкнул. Дал ему немножко скорости, так сказать. Ребята катят, конечно, классно. Почему нет? Так вот, участник, видимо, в какой-то момент после падения проехал, вперед меня уехал, но потом где-то я его обогнал. Видимо, что-то у него там с переключателем. Дерево. Ой-ой-ой. Да, дерево, конечно, не смог я обогнуть, но... Шлем. Шлемом я его отбил. Вся рука, кстати, сейчас вот если на руки посмотреть на свои, вся рука, все, точнее обе руки в точечках красных, отбивался от деревьев. От ее елочек маленьких, которые у нас по рукам холестали. Все, у меня уже, уже чувствую, что где-то финиш должен быть. Начинаю вперед просматривать. Начинаю искать постройки, строения, ну, что-то, чтобы показало, что здесь участки впереди. Населенные людьми. Но пока чего-то их не видно. Еду за участником, понимаю, что участник едет медленно. Слева. Отгоняю. Разгоняюсь, не даю сесть на свое колесо. Хотя сзади меня преследует... Сзади меня преследует участник в синем. Вот он сел на мое колесо, собственно, и какое-то время мы ехали так вместе. Я все думаю, обгонит, не обгонит, уже рукой показал. Показываю, что встаю, но нет. Три километра до финиша. Участники. Кто-то тоже, как и я, сидит на колесе, отдыхает. О, работаем. Отдохнул. Ну, есть. Вот посмотреть по ногам, такого участника сил явно больше, чем у меня. У меня ножки послабее. Так что... Спасибо участнику, он меня прокатил, прокатил. Благодаря ему мы добрали еще одну группу вперед уехавших. Я бы там тошнился, наверное, со светом. Тоже еще один, поломка одна. Так. Давай, работаем. Как я говорю, работаем. Сам там еле еду, блин, на самом деле, но... Решил атаковать через кусты. Через кусты вперед. Опять атакую в подъем, чтобы как можно дальше уехать. Догнал участника в желтом. Ставлю... Ставлю ориентир на его. Нужно догонять. А он вроде как вот крутит не спеша. Но тоже понимаю, что устал. Встал. Впереди вроде два километра где-то осталось. Сзади товарищи прессуют, потихоньку догоняют. Тут хотел для фотографа как-то по... Козу встать, но понял, что нет. Все, извините. Уже не до этого. Не до красивых фотографий здесь уже дожить нужно. Веду, красота, листья. И думаю, где же, где же сюрприз организаторов? А он у нас впереди и будет. Пытаюсь добрать участника, чтобы сесть на колесо. Опять наши знакомые линии электропередач. Лево-право. Участник тоже, видимо, немного не понял, что ему хотели сказать. Вот в такой же позе, как сейчас он едет, я еду на прямых. Только я еще буквально ложусь на руль. И тогда скорость у меня получается хорошая. Думаю, думаю, обогнать или нет, обогнать или нет, но пока еду. Еду на колесе. Просмотрел, какая там была табличка. По-моему, один километр остался. Понимаю, что нужно, нужно потерпеть, нужно силы подержать. Пока есть такая возможность за кем-то ехать. Плюс сам участник может тоже стартануть, поэтому здесь нужно высматривать, высматривать. Но вроде бы участник не стартует, с колеса сбросить не пытается. Или вообще не знает, что я сзади его еду. Хотя так обычно делают те, кто знает, сморкаются, чтобы сзади едущий, наверное, отвалил. Но со мной так не прокатится. Впереди вижу подъем. Переключаюсь на большие передачи. Нужно набрать инерцию, чтобы в него влететь. Силы нужно экономить, соответственно, там, где можно разогнаться, надо разогнаться. Так, что мы здесь? Ага. По-моему, я пытаюсь атаковать. А, нет. Хотел. Хотел обогнать здесь на спуске, понимая, что я проеду быстрее, чем участник, но... Нет, поздно было, поздно было. Я проеду.